глава 9 не зная врага можно проиграть битву но если узнаешь врага слишком хорошо проиграешь наверняка лорд-адмирал равенсбрук аксиомы флота том 9 артиллерия готова доложил старший офицер артиллерист едва контр-адмирал хорст гельт появился в капитанской рубки мы можем открыть огонь через 15 минут после приказа отлично ответил хорст гельт рубка гудела кипучей деятельностью трибуналу не приходило стрелять по врагам уже довольно долгое время и хорст гельт стал забывать что чувствовал когда-то перед лицом надвигающейся опасности теперь между благом империума и коварством врага стояли только пушки императора и торпеды императора это было великолепное ощущение именно ради него хорст гельт скитался по этой галактике проповедник воодушевленно воскликнул контр-адмирал что требует от нас император повиновение и усердие последовал ответ охрипшего духовника из-за кафедры презрение к смерти если команде капитанской рубки и не нравилась привычка хорст гельта слушать непрерывные разглагольствования корабельного духовника то никто этого не показывал навигаторы были заняты пытаясь выстроить разношерстную флотилию в боевой строй связисты передавали бесчисленные приказы кораблям перешедшим под командование хорст гельта инженерная группа следила за поддержанием мощности плазменных реакторов для предстоящего маневрирования на орбите артиллеристы старались переправить весь боезапас торпед к бортовым орудием трибунал был старым но крепким кораблем он повидал немало сражений и готовился к новому бою но с другой стороны экипаж не видел того что видел хорст гельт масштаба приближающейся флотилии хорст гельт немного помедлил прежде чем преклонить колени перед образом императора нависавшим над тактическим экраном экран показывал карту орбиты хайронии позиции судов имперской флотилии и ближе к планете беспорядочное мелкание астероидов золотая маска императора сурово наблюдала за капитанской рубкой словно побуждая экипаж изо всех сил трудиться во исполнении его воли и наверняка он сам следил за командой золотого трона терры дай нам волю преодолеть наши слабости произнес хорст гельт храни нас наш император капитан за плечом хорст гельта возник навигатор стелканов в корабельном архиве нашлись необходимые сведения так быстро я думал придется посылать запрос в командование сегмента на карту не аж архивисты нашли записи в историях равен сбрука посвященных готической войне самый большой корабль приближающейся флотилии подходит под описание энергетических характеристик судов сделанных в бортовом журнале военного права в битве при гефсимоне стелканов протянул хорст гельту лист с результатами анализа и архивными записками вероятность случайного совпадания очень мало помоги нам трон воскликнул хорст гельт это же кузнец преисподней сэр связь немедленно свяжите меня с комиссаром ли юнгом и вы видите на экран прибывшие подкрепления изображение сменилось и на экране показались характеристики и описание судов которые откликнулись на призыв хорст гельта и присоединились к флотилии у хайронии это еще что такое скричал контр-адмирал оборачиваясь к секции связистов несколько офицеров сгрудились на скамьях отведенных связистом они едва справлялись потоком сообщений по каналам связывавшим суда флотилии я просил боевые корабли продолжал хорст гельт командующий под сектором должен был прислать все что у него есть это все что оказалось в пределах досягаемости ответила старший офицер связи кэл мор плотная сильная женщина заслуживавшая звание в операциях на поверхности во время кризиса на ранне хорст гельт снова повернулся к экрану благочестие это это же паломническое судно храни меня терра на нем едва ли имеется вооружение а эпикур это никчемная яхта она реконструирована ответила кэл мор администратум конфисковал ее и перестроил военно-торговое судно свяжитесь карду не аж передайте что здесь назревает кризис если командование сегмента не поможет мы останемся один на один с противником хорст гельт качая головой опустился в командирское кресло у него очень мало сил он мог бы удержать один большой крейсер такой как кузнец преисподней но не целую флотилию особенно если учесть тот факт что во времена готической войны кузнец служил повелителю хаоса абаддону хаос враг хорст гельт не мог рассказать об этом команде но такие корабли как кузнец преисподней олицетворяли самую суть ереси теперь моральная угроза исходила не только от хайронии плохие новости контр-адмирал во всей этой суматохе хорст гельт даже не заметил что на соседней скамье тихо сидит инквизитор никсос почти скрытый капюшоном своего одеяния подошедшая флотилия состоит на службе хаоса ответил хорст гельт флагманский корабль кузнец преисподней при гефсимоне он проводил операцию по высадке и это стоило жизни я читал равенсбрука хорст гельт я подозреваю что историю в инквизиции преподают не хуже чем в академии флота а у нас недостаточно кораблей чтобы сдерживать их натиск вы готовы покинуть хайронию хорст гельт заглянул в глаза старика и то что он в них увидел контр-адмиралу не понравилось он не верил широко распространенным историям об инквизиторах о горячих борцах за дело императора уничтожающих целые планеты но контр-адмирал точно знал что власть инквизиции стоит превыше всех остальных и она не слишком добра к тем кто сдается перед лицом врагов империума нет конечно сказал хорст гельт но наши возможности не велики возможно вам не придется все взваливать на себя вы сумели связаться с алариком и хоккес пур хорст гельт покачал головой связисты работают над этой проблемой но искажения слишком велики даже в самые благоприятные часы атмосфера настолько загрязнена что послать сигнал вниз очень трудно а учитывая пояс астероидов и вовсе невозможно а что на образцовом магусу кор вейлан тоже не повезло ей не повезло а я считал что адептус механикус не верят в везение как я понимаю комиссар ли юнг все еще на борту образцового да верно кивнул контр-адмирал хорошо я уверен что объединенными усилиями мысли юнгом сможем убедить магуса кор вейлан поставить задачу поиска фаларика на первое место вы сможете обойтись без меня несколько часов да но мне может понадобиться ваш авторитет чтобы получить подкрепление от командования сегмента я думаю как вам помочь в этом вопросе но вы капитан должны понимать что первостепенным для меня остается вопрос о судьбе хайронии если мы выясним что там произошло вам возможно и не придется вступать в бой хорсгельд горько усмехнулся этого не случится инквизитор на хайронии есть что-то такое что необходимо врагу они не задумываясь пойдут сквозь нашу флотилию чтобы получить желаемое вы же не позволите им просто так спуститься на поверхность планеты никсос поднялся и разгладил свое одеяние безусловно вы правы но у меня свои приоритеты а сейчас я прошу предоставить мне быстроходный челнок и пару воинов на тот случай если кор вейлан не захочет оказать содействия хорошо и еще инквизитор мы в состоянии задержать высадку врагов возможно расстроить их ряды и заставить на некоторое время отказаться от десантирования но не более того я верю в то что вы осуществляете волю императора если сочтете нужным я пожертвую своей флотилией но я не смогу бесконечно долго удерживать противников от спуска на поверхность если я не изменю своего приказа императору угодно чтобы вы по возможности дольше удерживали их на орбите нет ничего во вселенной чем бы я не пожертвовал ради посрамления врагов императора и я жду того же от всех кто находится в моей власти а теперь если вы не возражаете мой челнок хорст гельт поднявшись отдал честь если они в последний раз разговаривают лицом к лицу он хотел придать их встреча официальный характер челнок будет готов к тому времени когда вы доберетесь до пусковой палубы пожелайте нам удачи инквизитор инквизиция тоже не верит в везение хорст гельт да хранит вас император инквизитор никсос прежде выглядевший пожилым и усталым с величественным видом покинул рубку и хорст гельт понял что магу скорвейлан хочет она или нет будет на их стороне вместе с остальными кораблями флотилия а это означало что врагу придется сильно потрудиться чтобы прорвать оборону и достичь хайрония вверху плавно парили существа похожие на скатов демонов размером с истребители ловили струи теплых газов из промышленных труб и поднимались под самые облака металлические змеи словно ожившие кабели скользили по лужам едких отходов подернутым радужной пленкой над слоями рыхлой сырой ржавчины роили стаи плеснеедов мелкие яркие насекомые состоящие из металла забавными заводными тараканами шныряли в поисках кусочков отслоившегося железа и жадно на них набрасывались типичный мир кузница где из-за колоссального загрязнения не смог выжить ни один представитель местной флоры или фауны хайрония обзавелась уникальной биомеханической экосистемой в ней процветали наполовину металлические паразиты таласа вела отряд избегая явно населенных частей города на остатках первоначального мануфакториума были выстроены десятки городов в каждом наряду с процветающими районами имелись и полностью заброшенные кварталы отряд проходил через пещеры остававшиеся от окаменевших биохимических существ заводов пробирался сквозь извилистые переходы их черепов пересекал доходящие до пояса разливы отвратительной смазочно охлаждающей эмульсии брызжущей сверху из помещений энергетических станций люди благополучно избежали встречи с местными жителями если не считать нескольких одичавших работников и бродячих сервиторов но аларик постоянно чувствовал на себе взгляды сотен искусственных глаз и понимал что кто-то в городе точно знает где они находятся платформы с артиллерийскими установками неустанно патрулировали местность аларик требовал от спутников следовать точно за ним используя любые возможные укрытия его навыки передались и остальным участникам миссии даже архимагус софентис стал двигаться как солдат они повидали немало удивительных вещей башни стекла спящее чудовище в блестящей серой шкуре из которого текла река черной крови монстр в виде жирного паука размером станк прокладывающий себе путь между башнями он оставлял за собой пряди толстых тягучих нитей и они отвердевая превращались прочные мосты хайрония демонстрировала утомительный парад мрачных чудес каждый раз показывая что-то новое и ужасное поход оказался очень трудным тарк все чаще просил останавливаться на короткие привалы чтобы не дать своим солдатам рухнуть от усталости техно жреца таласу на самых трудно проходимых участках приходилось нести на руках организм дознавателя хоккес пур очень плохо реагировал на загрязнение в ее горле и легких появились опухоли дыхание давалось большим трудом и ей приходилось останавливаться чтобы откашлиться серые рыцари знали основные способы оказания первой помощи в боях а софентис был опытным хирургом но хоккес пур от этого не становилось легче без оборудованного медицинского центра она могла погибнуть в течение недели сама хоккес пур отказывалась говорить о своем здоровье она происходила из древней династии офицеров флота была достаточно тверда и храбра чтобы служить дознавателем ворда молеус а потому не могла позволить чему-то банальному вроде смерти встать на пути выполнения долга должно быть мы уже недалеко о цели сказала хоккес пур на исходе третьего дня пути они шли по дну впадины между двумя высотными заводскими комплексами вздымавшимися вверх как два тусклых стальных скелета надо отдохнуть продолжала дознаватель крепость вероятно охраняется таким измученным техностражем будет не под силу сражаться ты и сама не в лучшем состоянии заметила ларик даже сквозь щиток ее шлема он видел красные круги вокруг глаз я бы тоже не отказалась от передышки неохотно призналась хоккес пур живая ты нам нужнее дознаватель я слышал ты была лучшим стрелком на гидропуре только третий юстициарий и это тоже немало а ларик кинул взглядом окрестности нижние этажи прилегающих промышленных комплексов выглядели пустынными там можно было укрыться от воздушных наблюдателей это место как нельзя лучше подходила для того чтобы отсидеться перед последним броском по расщелине ведущей к информ крепости моим космодесантникам достаточно часа полудрема также скажи техностражем чтобы отдыхали это лассе тоже мы по очереди будем стоять на страже хоккес пур оглянулась а где то ласса а ларик проследил за ее взглядом он видел космодесантников своего отделения распределившихся по окружности и брата ликоса прикрывавшего тыл тарк и все уцелевшие техностражи вместе с архимагусом с афентисом расположились центре но таласы не было дно впадины было в изобилии усеяно мусором и обломками уставшая таласа запросто могла упасть и провалиться в какую-нибудь щель проклятие выругался а ларик она нам нужна он включил общего кс канал серые рыцари я хочу видеть таласу опознавательные значки на его сетчатки мигнули отрицательно я помогал ей перебраться через завал за два километра от этого места доложил брат кардис и после этого я ее не видел капитан тарк позвала ларик к нему хромая подошел офицер техностражей юстициарий таласа была с вами нет юстициарий я не получал приказа ей помогать у нас нет времени на поиски сказала хоккес пур я знаю ответила ларик тарк заводите своих людей на нижний уровень завода хоккес пур отправляйся с ними серые рыцари разбейте окрестности на сектора глубиной в пол километра потом возвращайтесь и охраняйте отряд я останусь здесь а ларик повернулся к сафентису невозмутимо сидевшему на заржавевший плите какого-то станка архимагус вынесли ответственность за таласу я был ее начальником наблюдать за ней не входило в мои обязанности это не одно и то же был похоже вы уже считаете ее погибшей а вы так не считаете а ларик отвернулся от архимагуса и скрылся в тени промышленного комплекса возможно сафентис прав если так то это хуже всего с того самого момента когда челнок разбился на поверхности хайрония могла погубить их любыми способами и они даже не заметили бы этого но потеря женщины техно жреца была невосполнимой сафентис мог взять на себя некоторые функции таласы но он не был таким специалистом в получении информации как она но сафентис все же нес ответственность за техно жреца и его поведение больше всего тревожило а ларика переменных а иронии шокировали таласу как шокировали бы всякого здравомыслящего человека у сафентиса такой реакции не было казалось преображение наследия механикус вызывает у него восхищение если бы таласа заподозрила что сафентис посетил планету не ради блага империума а для выполнения какого-то другого задания стал бы архимагус сомневаться в возможности ее устранить вряд ли чем выше ранг тем меньше человеческих черт остается у техно жрецов а сафентис не только занимает высокое положение но и совершенно бездушен а ларик наблюдал как сафентис взял заржавевший обломок металла и испепелил его в тигле образовавшимся из ладони бионической руки архимагус равнодушно глядел на черную струю дыма поднявшуюся от кучки пепла теперь отряд больше чем прежде нуждался в знаниях архимагуса а ларик не мог позволить себе обвинить сафентиса в убийстве и предательстве а если он просто сбежит в черное сердце города серые рыцари вряд ли смогут его отыскать а ларик даже сомневался можно ли рассчитывать на архимагуса в бою поскольку не знал на что способны мощные узлы усиления в его теле и сафентис тоже это прекрасно понимал он не сомневался что а ларику без него не обойтись а если наихудшие опасения ларика оправданы значит сафентис попросту использует серых рыцарей и техностражей в качестве личной охраны для достижения какой-то неземной цели больше всего раздражал а ларика тот факт что он не может ничего сделать остается только идти за архимагусом и надеется что интуиция подскажет когда сафентис решит их предать вот что а ларик ненавидел больше всего интриги и мелкие предательства казалось сопутствующей инквизиции во всех ее делах когда-то он верил что адептус механикус инквизиция это две организации объединенные службы императору но с каждым днем юстициарий все сильнее убеждался что человечество склонно находить все новые способы самоуничтожения вместо того чтобы сообща противостоять врагу но по крайней мере серые рыцари были к этому не причастны они были преданными и честными воинами это качество помогало им пройти через испытания и покарать предателя в своей среде это холворн окликнули а ларика по оксу ничего не обнаружено я увожу отряд внутрь и обследую помещение понял я беру на себя первую вахту позаботься чтобы каждый мог ненадолго погрузиться в полудрему у нас мало людей а следующая стадия будет еще тяжелее сквозь едва проницаемый сумрак хайронии а ларик посмотрел на громоздкие фигуры облаченных в доспехи космодесантников возвращавшихся по дну впадины серые рыцари не зря считались лучшими воинами во вселенной и все же они остались беззащитными перед этой планетой отрезаны ото всех и лишенные информации юстициарий находил слабое утешение вспоминая что в борьбе против горгатулота они были почти в такой же ситуации но не отступили ни на шаг и выполнили свой долг даже если хайрония их убьет это будет стоить ей больших трудов но конец неумолимо приближался несмотря на то что серые рыцари еще могли некоторое время противостоять врагу таласа скорее всего мертва она могла упасть в одну из многочисленных расселин или угодить в лапы опасного хищника а возможно это была грозная уловка хаоса стремящегося посеять сомнения и гнев в рядах избранных слуг императора но в этом врагу никогда не преуспеть существо которое когда-то было почитаемым архимагусом скроэкосом погруженная в бассейн с ртутной эмульсией вновь ощутила сожаление по поводу слабости немногих частей его тела состоящих из плоти скроэкос ощущал холод и боль воздействия агрессивного жидкого металла он чувствовал как в кожу оставшуюся между узлами усиления впиваются многочисленные волоконные датчики архимагус давно очень давно избавился от бесполезных человеческих страхов вроде клаустрофобии и боязни утонуть и бассейн не представлял для него никакой опасности и все же обозначившиеся огромное расстояние отделявшая его от подобия бога машины вызывала немалый шок конечно шок ощущала лишь самая потаенная человеческая часть его существа она постепенно отмирала под натиском снова скроэкоса надменного приверженца чистой логики знавшего что в замыслах амнисии нет места таким понятием как страх или страдания из лица скроэкоса вытянулись механо руки и погрузившись глубину информационного бассейна собрали охапку плавающих нитей на концах механо рук появились датчики и вся содержащаяся в жидкости информация хлынула в мозг скроэкоса в строениях мануфакторию моноктис в шпилях и фундаментах перемежаемых туннелями и залами в паутине переходов между башнями он мысленно увидел расцвет логической архитектуры огромные теплые биомеханоиды прилипшие к основанию города снабжали его биоэлектрической энергией и произведенной в их телах продукции скроэкос увидел отдаленные фабрики где рождались и выращивались работники оттуда их доставляли в город чтобы получить исходные материалы необходимые для продолжения биомеханического строительства часть скроэкоса при виде всего что было создано в течение тысячелетия расцвела от восторга но это чувство являлось лишь крохотным и несущественным островком в мире логики сознание почитаемого архимагуса просто поглощало данные отбрасывало ненужные сведения и накапливало необходимые факты посланные скроэкосом программы охотники отличались большой сложностью по сравнению с обычными программами им требовалось еще больше питательной массы получаемой из работников теперь в укромные места для охотников будут доставлены тысячи биологических единиц предназначенных к смерти программы охотники были самонастраивающимися они неутомимо и жадно преследовали жертву иногда даже пренебрегая собственными насущными потребностями но и у них можно было найти уязвимые стороны хотя хайрония и было насыщено носителями данных как например черные стеклянные кристаллические башни или бассейны жидким металлом но на планете имелось немало областей слишком удаленных от хранилищ информации это означало что программы охотники могли передвигаться не везде а лишь в тех районах где их поддерживали соответствующие источники данных с края космысленно зажег огоньки всех хранилищ информации на карте хайронии высокие стеклянные башни светились очень ярко среди них была и та заброшенная с давних времен которую недавно покинули незваные гости электронные планшеты в руках техно жрецов наблюдавших за роботами в башнях выглядели крошечными движущимися огоньками программы охотники в случае необходимости могли двигаться и при помощи этих источников загорелись личные значки некоторых техно жрецов в мануфакториуме ногтис большие хранилища информации встроенные во внутренние органы давно стали обычной частью усиления на горизонте между командой башни и городом расстелались огромные светящиеся равнины где было много мест для программ охотников если бы чужаки вторглись туда они давно были бы обнаружены так что искать надо в других районах скрайка сконцентрировал внимание на тех участках города где охотники могли преследовать добычу затем он синхронизировал всю информацию поступающую от техно жрецов оборудованных датчиками сервиторов и всех наполовину натуральных биомеханических существ мануфакториума ногтис обобщенный поток ощущений хлынул в бассейн жидким металлом и тысячи плавающих нитей сплелись длинный пульсирующий жгут извивающийся словно змея скрайка словно морское чудовище поймавшая добычу обвела жгут механо руками и запустил в него датчики поток ощущений ворвался в его мысли чтобы принять информацию скрайка су пришлось напрячь все умственные силы поскольку выброс данных происходил одновременно от миллионов чувствующих существ и машин немногие техно жрецы хайронии были на это способны еще меньшее их число пользовалась уважением программ охотников вот почему техно жрецы выбрали именно его несомненно что-то где-то знала о местонахождении пришельцев в голове скрайка со вспыхнули миллионы образов хайронии он напрягал свой усиленный мозг пока поток видений не замедлился до такой степени что картины можно стало рассортировать толпы работников вокруг огромных исходящих паром энергетических блоков священные символы проецируемые на облака в бесконечной летании богу машине и его откровением техно жрецы читающие молитвы амнисии в храмах на верхушках башен прославляющие машинным кодом великого мыслителя который через свое воплощение давным давно довел до жрецов хайронии его откровения но все это было очень величественно но скроэкос искал совсем другое он сосредоточился на пустошах между башнями где пришельцы могли почувствовать себя в недосягаемости бесконечных глаз города разрушенные и покинутые места забытые лежащие далеко внизу на слое не отвергнутой истории повсюду груды гниющего хлама и все охвачено разложением так ненавистным древним невежественным адептус механикус но бог машина был также и богом разложения теперь скроэкос это понимал как понимала и вся хайрония и значит эти места были такими же священными для амнисии как и самые роскошные храмы скроэкос стал осматривать бесконечные мертвые трущобы отстойники промышленных отходов гниющие кладбища огромных биомеханических существ и продуваемые всеми ветрами гнезда летающих животных парящих над верхушками башен в поисках добычи вот она один из разведчиков что-то увидел люди в броне серого цвета с неизвестными значками космодесантников просочившиеся в мануфакториум ногтис взгляд был брошен с большой высоты и издалека но ошибки быть не могло отряд передвигался развернутым строем а в середине шли люди без доспехов и тот кто был похож на механикума из древних времен хорошо они все еще ведут себя как солдаты все еще считают что их воинские навыки превзойдут великий разум касты жрецов хайронии скроэкос мгновенно определил их местонахождение и направление движения нет никаких сомнений в их конечной цели на мысленной карте скроэкоса это место почти ослепляла уровнем хранившийся там информации это было то самое место где охотники станут еще более сильными и жестокими смогут двигаться с молниеносной быстротой и набрасываться на любую добычу способную утолить их голод и теперь-то они непременно отыщут жертв где-то глубоко глубоко под слоями выкорчеванной индивидуальности скроэкос позволил себе улыбнуться остальная часть его сущности составлявшая логическое большинство просто приказала программам охотникам покинуть логик клетки в информационной сети командной башни и отправиться в мануфакториум ногтис на охоту а